Итак, вдогонку предыдущего ролика. Больше всего вопросов было о налоге на недвижимость. Мне этот вопрос абсолютно непонятен, как видимо для жителей Германии, потому что никакого налога на недвижимость в Германии нет. Я понимаю, что вы сейчас мне не верите или не хотите поверить, но это на самом деле так. После моего ролика можете искать информацию в том числе и на русском языке. И на всех более-менее серьезных страницах вам так и скажут. Как такового налога на недвижимость в Германии нет. Тем не менее, здесь есть налог и их два. Один из них это Grundsteuer, другой Grunderwerbsteuer. Эти два названия вам придется запомнить, если вы собираетесь покупать недвижимость в Германии. Итак, что такое Grundsteuer? Слово стоя – это налог, очень известное слово в Германии. Ну а Grund – это, понятное дело, грунт, основа или земля. Grundsteuer переводится как земельный налог. Единственное, что оплачивает владелец дома в Германии – это ежегодный земельный налог. Grunderwerbsteuer вы оплачиваете один раз, когда покупаете свою недвижимость. Grunderwerbsteuer в различных землях различается, потому что идет непосредственно в саму федеральную землю, или даже больше сказать, тому городу или той деревне, где был продан этот дом. Grunderwerbsteuer оценивается по-разному в зависимости от земли. Ну, например, в земле Хессен – это 6%, в Нидерзаксоне – это 5%, в Зарланде – это 6,5%, в Райанетфальце – это 5%, в Хамбурге – это 4,5%. Есть специальные таблицы, где эти цифры имеются. Имеется в виду 5, 6,5%, 3,4%, 5% и так далее в зависимости от цены объекта, который вы покупаете. Вот и можете рассчитать. Если у вас дом стоит 100 тысяч, 4% вы заплатите один раз при покупке. После того, как вы оформлите у нотариуса факт купли-продажи недвижимости в Германии, вам придет оповещение об оплате этого самого Grunderwerbsteuer, и только после оплаты этого налога вы будете внесены в земельный кадастр. Теперь, что касается ежегодного Grunderwerbsteuer. Grunderwerbsteuer платят все, независимо, имеете ли вы дом или имеете ли вы квартиру. Здесь очень важно понять, что Steuer сам по себе, то есть налог, платят на прибыль, господа, на прибыль или на доход. То есть, если у вас есть какая-то прибыль, например, вы на чем-то зарабатываете, вот с этого момента вы начинаете платить Steuer. Если вы не зарабатываете ни на чем, вы не платите никакой Steuer. Объясняю. Что значит Grunderwerbsteuer? Ваш дом стоит на каком-то участке, вы живете в нем или вы в нем не живете, вы купили этот объект, например, дом стоит пустой. Единственное, за что вы платите, это за сам участок, то есть за землю, которую он занимает. Вот это вы будете оплачивать один раз в год. Насчет Grundsteuer очень сложно сказать определенную сумму, потому что все зависит именно от участка. В каком месте находится ваш участок, прямой ли он, ровный, либо он в горку, есть ли там вероятность затопления этого участка, находится ли он в богатой земле или находится он в бедной земле, близко ли находится индустрии, близко ли важные объекты инфраструктуры, школы и так далее. То есть, чем лучше участок, соответственно, тем больше будет стоить этот самый налог. Но в любом случае он не грабительский. Ну, например, у меня дом и участок 1200 квадратных метров. Я плачу в год 250 евро. Если же вы владелец квартиры, например, даже если вы живете в девятиэтажном доме, вы все равно будете платить свой Grundsteuer один раз в год. Опять же, в зависимости от того, где находится ваш дом. И здесь цена тоже очень сильно отличается. Например, в моем небольшом городке люди оплачивают Grundsteuer 70 евро в год. А, скажем, человек, живущий в Берлине, мой друг, оплачивает тот же Grundsteuer за двухкомнатную квартиру, но в хорошем месте в Берлине, 500 евро в год. Он оплачивает даже больше, чем я за 1200 квадратных метров. Вот и поэтому очень трудно назвать, какая цена конкретно у каждого. Даже в одной деревне может быть у одного выше этот налог, а у другого ниже. Я еще раз говорю, все зависит от того, в каком состоянии участок и где он находится. В среднем можно сказать, что это от 100 до 250-300 евро в год. Больше вы никаких налогов на свою недвижимость не платите, если только вы не купили дом для того, чтобы сдавать его в аренду. Ну, например, вы купили трехэтажный дом и начали сдавать квартиры. Вот с того момента, когда вы начали получать прибыль, вот с этого момента вы начинаете платить налог на свой заработок, на свою прибыль. Но на недвижимость вы, тем не менее, налог не платите. Повторяю, если вы мне не верите, ищите информацию. Но это действительно так на самом деле. Что касается коммунальных услуг. Есть расхожее мнение, что дома стоят дороже в этом смысле, чем квартиры. Но это не так. Все жители домов подтвердят мои слова, что в домах коммунальные услуги намного дешевле, чем в квартирах. Хотя, опять же, все зависит от места и конкретного города. Потому что в квартире вы почти ничего не можете менять. Ну, в лучшем случае, вы можете немножко экономить на воде или на отоплении. Но есть такие варианты, что вы живете в многоэтажном доме, и, например, стоимость за отопление или за воду разбросают на всех арендующих жилье. И вы ничего не сможете изменить. Или очень часто можно слышать, люди не сильно включали батареи. В основном ходили в теплых кофтах зимой. И вдруг в конце года получили рейхнунг, то есть счет на то, что им нужно заплатить, еще доплатить 200-300 евро к тому, что они и так уже платили каждый месяц. Здесь, опять же, ничего не поделаешь. Вы арендуете квартиру. Вы вынуждены делать то, что вам говорит ваш арендатор. В доме же вы сами полностью отвечаете за свое отопление и вообще контролируете все, что происходит. В доме вы в любой момент можете поменять один или другой вариант. Например, у меня старый дом. В нем был Ольхайцунг. Те, кто живут в Германии, знают, что такое Ольхайцунг. Это вот такая штука, работающая на соляре, если говорить совсем просто. Кстати, Ольхайцунг в Германии наиболее распространен. Меньше всего в Германии отапливаются газом, потому что это очень дорого и немцы не доверяют газу до сих пор. Я бы сказал, что люди, которые вселяются в дома, отапливаемые газом, это очень глупые люди, так как цена на газ постоянно растет. И вы, опять же, получается, находитесь в плену той цены, которую вам выносит город. И вы ничего не сможете с этим поделать. Вы будете беспрерывно доплачивать и доплачивать. Так вот, у меня был Ольхайцунг. Года 4 тому назад, или, я думаю, даже больше, он поломался. Мы решили его не ремонтировать. Новый Хайцунг обошелся бы нам в 5-7 тысяч. Полностью заменить всю систему. Но у нас в доме были каминные трубы. Мы ими не пользовались. Но потом решили попробовать и прожить одну зиму, только отапливаясь каминами. Это было правильное решение. Мы не замерзли, наоборот, нам даже очень понравилось. От камина идет самое лучшее сухое тепло, очень здоровое. Лучше всего вы можете прогреться только рядом с камином, когда идет живой огонь, когда потрескивают дрова. И если камин топится 1 или 2 часа, вы можете температуру довести до состояния сауны, если вам так сильно хочется. Итак, до этого я заливал соляру, и мне это стоило где-то полторы тысячи в год. И то не особо шикуя. Теперь я закупаю всего на 500 евро дерево, и мне хватает на весь год. При этом тепло у меня всю зиму. Зима, правда, здесь мягкая, нам не слишком часто приходится топить камины. Но, тем не менее, где-то с конца октября, с начала ноября мы начинаем их топить. И приблизительно до февраля или конца февраля вот такой активный отопительный сезон. Потом мы, естественно, камином больше не пользуемся. Ну, если просто приглашаем гостей и хочется растопить камин для красоты. Это единственное. Я сэкономил на этом тысячу в год. Только по тому факту, что я поменял себе тип отопления. В Германии каждый отапливается как хочет. Есть люди, которые отапливаются углем. Есть вот такой вариант отопления. Называется Хольцпилетхайзунг. Вот эти самые пилет, это такие мелкие спрессованные стружки. Они тоже достаточно экономные и тоже дают хорошее тепло. У меня нет среди знакомых людей, которые пользуются таким вариантом. Но я слышал, что он еще дешевле, чем дерево. Есть отопление, которое работает по тому же принципу, что и соляра. Но при этом полностью отапливается деревом. Когда ты не в комнатах разжигаешь камин, а внизу разжигаешь одну большую печь. Доводится температура до определенного градуса. Нагревается большой тон воды и дальше полностью отапливается весь дом, как центральное отопление. Я знаю, что установка этого вида отопления дороже, чем соляры. Но за время, пока вы будете этим пользоваться, покупая только дерево, вы сэкономите им. Установка такого отопления довольно быстро окупается. И так, как вы видите, немцы отапливают кто во что гораст. Есть дома, где отопления нет вообще. И есть очень много альтернативных решений. Каждый человек выбирает для себя. В конце концов, в последние годы стали ставить солнечные соляр-батареи. Все зависит от того, какая крыша, услугами какой фирмы вы пользуетесь. И если вы закроете себе всю крышу, это будет достаточно дорого. Но тем не менее, вы можете тогда экономить и на электричестве, и на отоплении. Вопрос с отоплением – это ваше личное дело. Если вы пользуетесь солярой, то приблизительно 150 евро в месяц вы должны откладывать на то, чтобы один раз в году вам придется залить соляру. Обычно немцы ждут ангибота, то есть предложения, когда цена, например, на бензин резко падает. И в этот момент сразу заливают себе 5-7 тонн на следующие 3-4 года. Следующее, что входит в понятие коммунальные услуги, или по-немецки это Nebenkost, это, естественно, плата за воду. В доме, например, лично я плачу всего 160 евро раз в квартал. Ну, соответственно, поделите. Насчет электричества, здесь, опять же, все достаточно сложно. В Германии существует большое количество компаний. Электроснабжение, каждый предлагает свои услуги. Вы вправе выбрать и менять своего анбитера, компанию электроснабжения, в любой момент. Ну, по крайней мере, раз в год. То есть, в год вы можете пользоваться услугами одного, не понравилось, поменяли другого. Стоимость киловатта, естественно, зависит от выбранного тарифа. Ну, сейчас, в данный момент, это 27 центов, 29 центов. Я слышал, что есть уже 25 центов. Я вообще в целом могу сказать, что цена на электричество сейчас упала. Например, по сравнению, как это было 3 или 5 лет тому назад. В среднем на электричество у меня уходит в месяц до 100 евро. Если речь идет о квартире, то там часто платят 30-50 евро за электричество. Не так уж много. Итак, на отопление 150 евро. 160 евро на воду. 100 евро на электричество. И остается еще мусор. Семья из 4-х человек в моей деревне платит за мусор. 50 евро в квартал, опять же. Итого получается, что в месяц в моем доме за Небен Костом или коммунальные услуги я плачу 300 евро. Ну, можете представить, средним доходом ежемесячным 5000 евро. То есть, на семью из 4-х человек, 2 работающих взрослых. Соответственно, 300 евро у нас уходит на коммунальные услуги. Еще есть ГЭЦ, это так называемый РУНФУНКБАЙТРАК. То есть, на пользование радио и телевизором. В месяц составляет 17,50. И один раз в год это будет 210 евро. Ну и отдельно, например, я плачу за Sky. Это еще 33 евро ежемесячно. У меня получается, что за телевизор в среднем я плачу больше 50 евро каждый месяц. Но это мое личное решение. Кто-то просто платит 17,50 и все на этом. Установка телефона первый раз и, соответственно, интернета стоит 60 евро. Интернет самый дешевый, это 9,95. Но это не в каждом поселке, не в каждом городе. Можно подключиться к такому интернету. Я живу в довольно отдаленном месте, поэтому я плачу за интернет 19,90. То есть, 20 евро. Ну, считайте, телефон где-то 40,60 плюс 20 евро интернет. Соответственно, от 60 до 80 евро уходит на телефон и интернет. Получается, в любом случае, живя в большом доме с большим участком, я плачу сейчас коммунальные услуги намного дешевле, чем я жил когда-то в трехкомнатной квартире. Я думаю, что со временем, лет через 10-15, мы все так или иначе перейдем на солнечные батареи. И потом, естественно, будут другие расценки. Но сейчас, на данном этапе, все именно так и выглядит. Да, есть еще один интересный момент. Не знаю, существует ли он в России, так называемый спекулятивный налог. То есть, шпекуляцион, что я. Это для тех, кто, например, нашел очень выгодное предложение, купил дом, поменял быстренько крышу или как-то внешне отштукатурил, облепил дом пенопластом, сделал дом более энергоемким и тут же решил его перепродать по выгодной цене. Вот для таких людей существует этот шпекуляцион, что я. Если вы купили дом и продали его быстрее, чем за 5 лет, вы вынуждены будете заплатить этот налог. И он достаточно высокий, до 10%. То есть, вы можете даже попасть на такие деньги, как 10 тысяч и больше. Поэтому очень часто это невыгодно. Если вы хотите именно таким бизнесом заниматься, то есть, покупать дешевое жилье, ремонтировать и быстро продавать, то вам придется подождать как минимум больше 5 лет. Этим самым налогом в Германии прикрыли дорогу любого рода спекулянтам, соответственно. Так как они хотят именно быстрой прибыли, и поэтому им уже в этой стране действовать достаточно сложно. Но если вы покупаете для себя, для того, чтобы жить, и этого налога вам бояться не стоит. На этом вроде бы все. Если кого-то что-то интересует конкретно, пишите. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok